Первая ель, посаженная в прошлом году на аллее ветеранов Великой Отечественной войны, немного пожелтела. В этом ничего страшного нет. Дерево таким образом прививается к земле. Через три года на его ветках вырастут новые зеленые иголки. В канун 69-й годовщины Победы на аллее ветеранов посадили еще одну голубую ель. Каждая из них именная. Это дерево мира. Ветераны Великой Отечественной войны Леонида Карташова. Великая Отечественная война как бы затронула всех. И все потеряли своих родственников, друзей, родителей. Это дерево может напоминать всем людям о том, что об их помнят. Дерево мира связало два поколения людей, победивших в войне, и их правнуков. Они и стали главными участниками этого мероприятия. Для посадки голубой красавицы пригласили лишь тех, кто преуспел в учебе. А вот на высадку саженцев липы в парке Победы, который расположился за спортивным комплексом «Факел», вышли студенты. Каждый из них понимал, что участвует в историческом событии и гордился этим. Через много-много лет также можно прийти с новым поколением, показать им то, что вот как-то в свои годы мы сажали, это отдавая тем самым дань ветеранам. Но не просто так. Для нас это не просто так. В парке посадили пока 250 саженцев. Осенью планируют столько же. К 70-й весне Победы здесь уже появится 700 лип. Неспроста выбор пал именно на липу. Издавна люди использовали ее как особый оберег и верили, что дерево, годами черпавшее силы из родной, многострадальной земли, оградит ее от невзгод и войн. Здесь появится прекрасная липовая роща, прекрасный липовый парк. Во-первых, это будет местом отдыха для этого микрорайона. Во-вторых, самое главное, это будет местом памяти, памяти нашим участникам Великой Отечественной войны. 250 саженцев посадили в три ряда. При посадке студенты строго выполняли требования мастеров город Зеленстроя. Чтобы дерево не погибло, нельзя закапывать основную шейку кроны. Необходимо притоптать землю и полить водой. Липа неприхотливая к посадке, то есть к выращиванию. Имеет красивую крону саму по себе. Ну и как и все лиственные, дает нам кислород. Саженцы предоставил лесхоз. Они уже набирают почки. К лету распустятся листочки в форме сердца, напоминая ветеранам о том, что их любят и будут помнить всегда.